Знаменитая гора Ай-Петри. Ну, нужно будет обязательно еще приехать сюда, когда откроется. Сезон только работает. Гора Ай-Петри. Такое море бирюзовое. Смотрите, друзья. Красавица. Подожди. Будете еще фотографировать. Нет. Некрасная деревня. Так, ну, крое там остались. Никакая лучше. Ну, я хотела. Сидите перед вами два вида земляничника. Один из них, эндемик, родившийся на земле Крымской, там, миллионы лет назад. Вот это вот грубое дерево, грубый король, земляничник мелкоплодный. Там меленький, правда, они не успевают созреть. Земляника, меленький, крошечка. Мелкоплодный земляник. Вот его много вокруг, мы там вдоль пройдем. Его много. Но это эндемик, которая родина у него Крым. А вот это голое дерево без коры. Земляничник. Ой, это крупноплодный, простите, это мелкоплодный. Это я даже повторялся. Это крупные клады. То есть мы обсуждать в октябре месяце, в этом году. Приезжайте в конце октября, может, в этом сезоне, в конце октября. Вот земляничник и мы будем пить. Я так делал. Сам в конце октября. Коздах угроза. Оно двухлетний данный. А вот еще панорамка. Пут панорамка. Откуда? Дальше нужно понесли. Ниже просто шатерн сосновый. Это итальянская сосна. Вот каменные дубы. Поэтому анатоника. Каменные дубы, а что они такие худенькие? Велик, они разные. Разные ветчины бывают. Вот это тоже каменный дуб. Это тоже каменный дуб, да. Их очень-очень много в парке. Просто их много. Они таким саморосом растут. Ну, тис ягодный я уже показывал. Это подстригли просто его. А, и вот еще крупноплодный, да. Вот крупноплодный. Вот с этого дерева обидный урожай собирается. Так, и пойдемте вот сюда. Фонтану бахчи-сарайку. Это что, это копия, да? Копия, конечно. Вот это, фонтану бахчи-сарайку. На дно. Там дно тоже бывает однаменом украшено, как все остальное. То есть слезами плачет. Но давно нигде хонтану не работает. Это такой же, как бахчи-сарай, один в один? Только не пушкинский бахчи-сарайский, он более изукрашен. А просто типовой. А, ну ясно. Татарский сельсибирь. Здесь им оградник, и снова выросли, и здесь, вот видите, эти самые. Но здесь я объясняю на примере этого фонтана, Почему? Почему? Почему Воронцов выждал кушку на крыльях? А вот у чьего начальника, когда здесь. Потому что мы здесь вот, в основном, там, вот, уже, в тревоге. Слюкровый дед пиццаевин. Ну, это так казалось. Такая, не пушеча, я вас поздоровал. Еще раз. Корбеллини. Корбеллини, кобель. Корбеллини, итальянский архитектор. А, скульптор, вернее. Входит в топ-ста малых культур мира. Малых, в топ-ста. Вот. Потому что, настолько мрамор сделан живым. Капельки, визу, платьица эта, вот, вязевая. Глаза, такие испуганности, древние и так далее. Сейчас она далеко, правда, стоит, а когда-то стояла близко. Можно было разъединить. Да, и сейчас тоже можно разъединить. Так что, вот такая вот замечательная, обезьянная девочка. Значит, для всех объявляю. Вот такие дорожки по парку. Мы уже вышли из дворца. Везде вот такие дорожки. И нам экскурсовод рассказывает, какие деревья, сколько лет. Смотрите, как зелено. Вот мы гуляемся по парку, вот, во дворце были. Смотрите, вверху там. Ладно, давай. Как мы идем вдаль. И вы видите мысок Святого Федоровна. В итальянском парке. Это нижний ябз. На нем сразу же, на нем, только за ним не видно его, за белой чертой. Ласковное гнездо находится, чтобы знали. Вот мы туда с вами поедем, там тоже остановимся. Я думаю, что всего дня у нас помоется, чтобы не было. Теперь я стою под пинией итальянской фасны. Ее много, кстати, тоже. Это самая красивая, сатровая фасна. В Ливанинском парке еще больше будете любоваться. Финиями, вон, аллеи. Загибает. Мы спустились на нижний ярус. И вот такие вот дорожки идут. Они идут не ровные, а такие полукруглые. Вот это третий, второй. И еще ниже сейчас спустимся. А еще дорожки с выходом к морю. Вот где-то с левой стороны объяснил. Английский парк. Тут районы разные, парки разные. Японский парк, английский парк, маленький французский. В общем, гуляем, гуляем, голова кругом. Что запоминаю, то говорю. Гуляем, гуляем, гуляем. Семь, гуляем, гуляем. Гуляем, гуляем. Гуляем, гуляем. У всех дворцов там королевство. Вот мы там. Мы сюда поднимаемся. Лабирин. А? Все? Нет. В общем, тут. Вот здесь параллельно. Нет. А сверху еще кто-то. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Здесь Ливодийский дворец Обратите внимание, здесь широкие волочки Субтитры делал DimaTorzok Домики какие! Дорожка уже выше пошла Наш автобус заблудился Ой, друзья, находились Столько посмотрела И с вами обязательно поделюсь Загружу все Хорошо, что я договорилась с этой группой Ну, частично Ну, частично тут Вот три человека сами по себе Пять человек группой И вот в субботу, воскресенье Чаще всего Такие вот длинные экскурсии По три, по четыре часа И можно за эти три-четыре часа Посмотреть пригород Ялты Вот как я и запланировала То есть, получается Воронцовский дворец Ливандийский И уже в Ялту приводят Этой экскурсии Организовываются с Ялты Ну, куда-то вот он нас ведет Опять непонятно, куда ведет Ну, что мы, кажется, заблудились